Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, присоединившийся в апреле к юридической команде президента Трампа, в интервью Fox News неожиданно для многих рассказал, что Дональд Трамп возместил расходы своего личного юриста Майкла Коэна на сумму 130 тысяч долларов. Эти деньги были получены порнозвездой Stormy Daniels в обмен на омолчание по поводу ее предполагаемой сексуальной связи с Трампом около 12 лет назад. Главный аргумент Джулиани заключается в том, что выплата, сделанная Коэном в 2016 году, не нарушала законодательство о финансировании избирательных компаний, поскольку фонды штаба Трампа использованы не были. По словам Джулиани, Коэн получал по 35 тысяч долларов отдельными гонорарами за то время, когда он ничего не делал для президента. Эти деньги были выплачены его юристом, и я поступил бы так же, из средств его юридической фирмы или каких-то других, это не так важно. Президент вернул эти деньги в течение нескольких месяцев. На эти слова про несколько месяцев многие эксперты уже обратили внимание. При этом уже после интервью, как подчеркивает сайт Fox News, Джулиани пояснил, что выплаты производились на неопределенные цели, и Трамп не знал, что средства предназначались Stormy Daniels. Однако по общим договоренностям между ними Коэн должен был заботиться о таких вопросах. Цитата Джулиани, «Я тоже не беспокою своих клиентов по каждому поводу». Сам Трамп опубликовал серию твитов, в которых он, среди прочего, назвал утверждения Daniels о сексуальной связи ложью и шантажом. Адвокат Коэн получал ежемесячный гонорар, который не имел никакого отношения к избирательной кампании, использованный с возмещением расходов на заключение частного соглашения с участием двух сторон, известного как соглашение о конфиденциальности. Такие соглашения широко распространены между знаменитостями и богатыми людьми. В данном случае соглашение в силе будет использовано в суде по возмещению ущерба против Калифорд Дэниелс. Целью соглашения было прекратить основанные на лжи и шантаже обвинения, которые она сделала по поводу связи. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала сегодня, что не будет комментировать слова Джулиани, сославшись на продолжающееся расследование. Корреспондент CNN в Белом доме Эбби Филипп пишет, что Сандерс отказалась отвечать на многочисленные вопросы о том, почему она и президент делали заявления, которые, как теперь выяснилось, оказались неверными. А адвокат Сторми Дэниелс Майкл Авинати напомнил в своем твите про слова, сказанные Трампом на президентском борту номер один журналистам. Тем временем, как стало известно вслед за бывшим федеральным прокурором Джулиани, к команде юристов Трампа присоединяется Эммет Флатт. Флатт, представлявший ранее интересы президента Билла Клинтона в деле по импичменту, займет место Тая Кобба, который решил уйти в отставку в конце месяца. В интервью CNN Кобб сказал, что сделал все, что мог с точки зрения взаимоотношений Белого дома с офисом спецпрокурора Мюллера, но источники телеканала утверждают, что Кобб был недоволен агрессивной позицией Трампа и его твитами по расследованию. При этом интервью ABC News Тай Кобб подчеркнул, что вопрос беседы Мюллера с Трампом с повестки не снят, и стороны делают все возможное, чтобы она состоялась. Как заявил сам Руди Джулиани в интервью Washington Post, встреча президента и спецпрокурора, если она все же состоится, будет ограничена двумя или тремя часами с заранее согласованными вопросами.